Хай всем ньюфагам, с вами я, Форс, и сегодня мы начинаем нашу вторую обучающую серию по игре Бесич. Сегодня мы познакомимся с многими элементами, и на первой нашей повестке мини-кэт. Думаю, многие его видели, сразу говорю, это делал не я. Так, где у нас? Вот он, мини-кэт, мы его загрузили. Это мини-катапульта, ну то есть как, саму основу, ну саму идею подал не я, но двойные колесики, все там чуть-чуть-чуть-чуть продекорировал уже я, но это много не изменило, то есть суть работы вся та же. Итак, мини-кэт, что это? Это мини-катапульта, как можно догадаться по названию, мини, потому что она маленькая, кэт, потому что катапульта. Да, только работать она немножко не так, я лучше не буду двигаться с места, потому что я ее чуть-чуть не сбалансировал. Итак, мы зажимаем одну кнопочку, и у нас вылетает снаряд. Как это получается? О чем же сегодняшнее наше видео? О видео о том, как взаимодействуют и как можно использовать, комбинировать многие механизмы, оружие, все в таком духе. Возьмем, к примеру, мини-кэт. Что такое мини-кэт? Внешний вид просто какая-то коробка с бомбой, но когда мы нажимаем кнопку, у нас раздвигаются поршни. Натягиваются резинки и вылетает снаряд. То есть при нажатии кнопки все поршни приводятся в активное состояние. И за счет раздвижения вот этих вот поршней и поднятия вот этих двух, у нас натягиваются резинки с двух сторон. И за счет блока, который сгибается сам по себе, он всегда находится по себе и сгибается в обе стороны. И вот этого поршня, который отходит от него, у нас вылетает снаряд. То есть посмотрим на это в замедленном действии. Так. Запускаем мини-кэт. Все раздвигается, все раздвигается. Резинки натягиваются, 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 натягиваются. И бомба вылетела. И все, мини-кэт собирается обратно. Лоп-лоп-лоп-лоп-лоп. Все, мини-кэт снова собран. И так. Все сегодняшние конструкции, которые я вам покажу. Ну, больше их не часть. Все, что будет иметь какую-то пользу, к примеру, как мини-кэт. Вы сможете найти в нашем плейлисте, на нашем канале, ссылку на их скачивание и само видео, как их сделать. Плейлист будет называться, как построить. Итак, мини-кэт. С мини-кэтом закончили. Следующий у нас это баллиста. Баллиста, кто не знает, это такой средневековый арбалет. Так сказать, только в большом состоянии, который нацелен убивать много людей сразу и рушить некоторые постройки. Баллиста. Как она работает? Обычно заряжался, как арбалет. Господи, забыл все строение арбалета. Я не помню, что как у него называется, но не суть. Получается, отводилась на резинках тоже такая створка. В данный момент у нас это декаблер, за место этой створки. Ставилась стрела. Снаряд баллисты. Это огромная массивная такая стрела. И с помощью, короче, как только отпускали натяжение этих резинок, то с помощью поршня, получается, или как я там сказал, вылетает стрела. Итак, это немножко усовершенствованный вид баллиста. Вот эту баллисту уже делал именно я, это не кто-то ее придумал. Так, стреляем. Правда, снаряд весь развалился и не долетел до цели. Попытка номер два. Иногда он разваливается. Это за счет всех новых патчей, которые вводят, потому что делал я ее достаточно давно. Оп. Тысяча цель поражена. Правда, снаряд не очень долетел. Но не суть. Ее можно настроить, конфигурировать под ваше управление, под ваши цели, все, что вам надо будет. И у меня что-то такой соблазн, сбить вот эту церковь, честно. Прямо вот очень хочется. Ну, я пытался. Итак, баллиста. Баллиста – это пример, как работают наши выемки, как сказать, даже я бы назвал это более-менее конвейером для бомб. Только я сюда запекну стрелу. Стрела состоит всего лишь там из трех деревянных блоков и шапа, ничего сверхъестественного. Сам выстрел производится за счет натяжения этих резинок, то есть они в расслабленном состоянии. При нажатии, конечно, они натягиваются, и этот элемент двигается и выталкивает стрелу. Ну, все предельно просто. Эта баллиста однозарядная, есть у меня версия много зарядных баллистов, все в таком духе. Но, как видите, после выстрела вот этот вот элемент, вот он скачет, который туда-сюда, он уже на место так не становится, как был. Ну, в принципе, давайте посмотрим в замедленном действии, чтобы вы более-менее поняли, как это работает. Итак, резинки натягиваются, снаряд вылетает. Все. Это принцип работы всей баллиста. Здесь нет ничего такого сверхъестественного или особенного. Также у нас двойные колеса. А, двойные колеса. Что же дают нам двойные колеса? Я не помню, рассказывали в предыдущем видео об этом. Но, для того, чтобы наша машина поворачивалась, смотрите, сейчас при нажатии клавиш право-лево, с машиной ничего не происходит. То есть она может ехать сейчас только вперед-назад. Так, у Дизна, ты меня не раздражаешь. Мы добавляем еще одну пару колес с каждой стороны. И на левой стороне, на левой стороне машины, меняем ось колес с помощью клавиши F. Наводим, нажимаем F, и сторона поворота меняется. И меняем всем управление. На лево и право, с обоих сторон. Нажимаем Ctrl-C, на следующее колесо, Ctrl-V. Ctrl-V, на следующее колесо, Ctrl-V. И меняем только на внешних, точно внутренних. Остается все-таки так же вперед-назад. И теперь при нажатии клавиши влево, накрутиться влево, вправо... Так, вправо... А вправо я накосячил, да? Да, вправо я накосячил. Вправо я случайно позажимал Ctrl, и вправо он перестал крутиться. Да? Да, я тут везде понажимал Ctrl, прошу прощения. Вот. И тогда он крутится вправо, все, отлично. Итак, следующее, это у нас катапульта. Стандартная катапульта. В данный момент здесь две лишние резинки, только лишь потому, что... Я использовал как снаряд не бомбу, а камень. То есть я пытался запустить камень, и у меня это получилось. Ну, катапульта она и... Так, ладно, уберем резинки, а то они немножко мешают. Вот. Катапульта она и в Африке. Катапульта... Зажимаем кнопку, вот эти вот две резинки будут натягиваться, и снаряд полетит. Воп. Пролетел. Отлично. Итак, что же... Что за принцип работы катапульты? Опять же, натягиваются две резинки, и... За счет того, что... Как сказать, ну, думаю, в школе учили уже физику, проходили. Я не знаю, возможно, он уже за 20 лет, может, вы все-таки этого не помните, но это принцип действия рычага. В принципе, вы наклоняете одну сторону, и вторая сторона с той же силой резко вылетает. Я не помню, как это более правильно, более научно объяснить, но не суть. Все механизмы здесь это пружинка, колеса, резинки, этот, и сгибательный блок по всем состояниям, который... То есть, в замедленном действии давайте посмотрим. Так-так-так-так-так-так-так-так. Вот у нас натягиваются резинки, мы видим. Перегибается блок, и снаряд просто вылетает из своей колеи, и улетает вдаль, и взрывается. Ну, ничего тоже, опять же, сверхъестественного, ничего такого интересного. Ну, а следующий наш экспонат довольно-таки интересный. Это квадрокоптер. Думаю, многие уже видели такую занятную вещь, как квадрокоптер. Обычно на них еще крепят камеру, и спортсмены любят себя ими снимать. Итак, квадрокоптер. Это у меня уже устабилизированный вариант. Я буду показывать, как строить простой вариант, то есть, без всех вот этих крылышек, чтобы он был такой, он будет менее, более шатким, но сохранение будет именно на этот вариант. Я покажу, как строить простой видео, которое будет лежать в плейлисте, как строить. А само сохранение будет именно на вот этот вариант, чтобы вы не расстраивались. Итак, что же за квадрокоптер? То есть, принцип действия, лично я сделал принцип действия такой, то есть, на одну кнопку у меня крутятся задние винты, на другую кнопку передние. При зажатии двух сразу, то он начинает взлетать. Так же, с помощью стрелочек регулирую направление тоже чуть-чуть. Вперед-вниз. Так, 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 так. Осталось мне только чуть-чуть вспомнить управление, потому что делал я его давно. Ага. П и О. Все, вспомнил. Прошу прощения. Так, и мы взлетаем. И с помощью П и О мы можем регулировать наклон. Лево-вправо мы регулируем полностью его поворот. Можем регулировать движение с помощью стрелочек. А так же можем просто отпустить, к примеру, у меня передний двигатель Shift, задний контур. Отпускаем Shift. И снова его нажимаем. И тогда машина чуть-чуть переклоняется и будет лететь больше вперед. Опять отпускаем контур. И мы выпрямляемся. Вот такая вот занятная вещица. И что я вам еще хотел показать? Я хотел вам показать... Что я вам хотел показать? Я хотел, по-моему, вам показать баллон. Баллон, даже воздушный шар, я бы так сказал. Воздушный шар. Я покажу вам их несколько вариантов. В видео я построю какой-нибудь один. То есть воздушный шар, это тоже, опять же, ничего сверхъестественного. Это просто куча шариков на таком достаточно декоративном корпусе. Оп, он взлетел. Влево-вправо он регулирует свой полет. Вперед-назад. Если зажать так, и О, он нас полностью опускается вниз. Сейчас он затормозит и начнет опускаться. Вау. Что-то взорвалось снизу. По-моему, в меня полетел, говорит, да, это горячая овца. Меня чуть не сбило горячая овца. Ну, в ты самое опасное животное. И он потихонечку-потихонечку спускается. Но это не суть. Эти шары я использовал для бомбометания. Например, возьмем влом 2. Это делал мой напарник. Это не моя работа. Так, вот. Вот это вот моя работа. Вот он. Рабочая полностью. Он влево-вправо вертится. С помощью QE вертится вокруг своей Си. Вперед-назад тот же летает. И вниз он достаточно резво медает. И самое главное, он может скидывать бомбу на вражин. То есть мы летим, 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 летим. Такие смотрим. Такие, опа, враги, враги, башня враги. Кидаем бомбу, такие, опа-па. И улетаем. Правда, в башню я косой не попал. Ну, зато всех врагов убил. Хе-хей, побеждать. Итак. На сегодня все. Я рассказал вам принцип работы всех элементов, которые есть в игре. Пробуйте, экспериментируйте, пытайтесь фантазировать. Будьте более творческой личностью. И тогда у вас все получится. Не стесняйтесь. Пишите комментарии. Предлагайте свои идеи. Стройте, скидывайте нам. Скидывайте скриншоты, сами работы, сохранения. Если вы хотите, мы сделаем на них обзор. Нам будет это только в радость. С вами был Форс. Ваш покорный, добрый слуга. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал. Присылайте нам новые... Новые идеи для выпусков и вашей машины. Ставьте палец вверх. С вами был Форс. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok